Привет всем! Сегодня я готовлю мясо по-барски, так назовем, и гарнир. Гарнир я потом покажу, какой будет. В общем, приступаем к приготовлению. На сегодня в меню у меня мясо свинина, а то вы все говорите, курица, курица, другое мясо не едите. Но свинину я не люблю, не предпочитаю, очень-очень редко ее покупаю. Ну, вот такие два кусочка, самую мякоть купила, это у меня 650 граммов. Теперь я ее нарезаю, отбиваю, солю, перчу. Как-нибудь вот так разрежу, чтобы отбить было удобно, порционными кусочками. Вот таким образом. Мясо сразу солю, перчу, можно с одной стороны, можно с двух сторон. И отбиваю. Отбиваю с двух сторон. Мясо все подготовила, отбила солью с перцем, немного подсолнечного масла, сковорода разогрелась. Теперь мясо обжариваем. Не до готовности, а главное, чтобы до румяной корочки. С двух сторон обжариваю. Когда мясо готовится, сделаю заливку. Сметану взяла 200 граммов. Можно смешать 50 на 50 майонез со сметаной. Один майонез сделать, что желаете. У меня замороженный укроп, 2 столовые ложки добавляю, можно свежий. Теперь чеснок, патру на мелкой терке. 3-4 зубчика, у меня вот такие крупные. Натираю весь, сюда добавлю. Огурцы соленые, маринованные, какие имеются. Если у вас они такие большие, ну 2-3 штуки. У меня, видите, огурчики маленькие, корнишончики, поэтому я взяла побольше. Нарезать, ну, раз они маленькие, их не мелко, а как бы вот так я нарежу, чтобы они были. Вот такие по размеру, поэтому кружочками вот так нарежу. Если большие, на четвертинки можно. Все сюда добавляю, перемешиваю и будет такая заливочка. Проверю мясо. До золотистой корочки обжариваю. Для заливки мне еще понадобится орехи 200 граммов. У меня жареный арахис, можно взять грецкие орехи. Мне захотелось. Такие измельчу. Меленькую крошечку хочу. Добавляю вот в этот соус. Огурчики уже порезала. Ну, более крупненькие порезала на четвертинки. Добавляю сюда орехи. Они соленые, повторюсь. Такой будет соус. Если маловато майонеза или сметаны добавить. И соус готов. Добавила сюда соли и сладкой паприки. Все перемешиваю. Паприку добавляю для вкуса и для цвета. Противень смазываю подсолнечным маслом немного. Люблю готовить мясо или картофель на луковой подушке. В этот раз не буду делать луковую подушку. Мясо все готово. Раскладываю кусочки. У меня есть противень меньше. Но на него будет как-то, не знаю, даже может скомпактовать. Сейчас попробую. Или здесь уж на этом запекать. Кстати, наверное, и на маленький войдет. Если поближе вот так сделать. Не, как-то здесь будет слишком тесно. Пусть будет так. На этом на большом. От мяса немножко сок остался. Я сюда его добавлю. Пусть будет. Заправляю соусом. Соуса много, поэтому хватит. На все кусочки и по многу. Между прочим, вот попробовала соус с орешками. С арахисом. Вкусно. Вместо огурца можно дольки помидоров положить на мясо. Нарезать кружочками. Не в сам соус. Не, ну, огурец дает соусу определенный вкус. Прям хорошим толстым слоем получилось. Ставлю в разогретую духовку. 180 градусов. Ну, минут на 30. До румяной корочки. Для гарнира мне понадобится морковь, лук. Лук нарежу на четвертинки. Можно мелко. Как любите. Не любите лук, не добавляйте. Морковь тоже буду нарезать. В принципе, морковь можно и на крупной терке потереть. Я люблю соломка резаную. Делаю, когда режу, когда тру. В общем, по желанию. Вот так нарезаю. Разогреваю сковородку, где обжаривала мясо. Добавила подсолнечное масло. Я даже не мыла сковороду. Добавляю сюда нарезанный лук и морковь. Жариваю. Ну, до легкой мягкости. Перемешиваю нагревать. На это время уйдет, ну, минутки 5-7, наверное. Беру гречку и рис. Стакан у меня 200 граммовый. Полный насыпала гречки. Стакан риса. Маловато будет. И, наверное, еще полстакана риса. Ну, на глазочек. И половина гречки. В общем, по полтора стакана. Того и того. Можно, в принципе, чего-то чуть больше, чего-то чуть меньше. Вот это все хорошо промываю на несколько раз. От крана. Овощи стали чуть-чуть мягкими. Лучок подзолотился. Добавляю чеснок. Такими целыми дольками. Можно прямо много добавить. Он сильный такой, чесночный. Вкус не дает. Но, когда попадается вкусно, сам по себе, потом мягкий такой становится. Мне нравится. Соль. Немного хмели-сунели. И красный перец жгучий. Сейчас немножко прогреется полминуты. Буду добавлять крупу. Промыла. Аромат специй пошел. Заправляю рис и гречку. Перемешиваю хорошо с овощами. Добавляю куриный бульон. Видите, он даже жирненький такой. Немного надо побольше. Если куриного бульона не хватает, просто добавить воды. Разбавить. Можно просто на одной воде. Будет вкусно. У меня куриный бульон всегда есть. Поэтому гарнир готовлю на курином бульоне. Добавляю так, чтобы закрыта была крупа. Рис и гречка. Вот так. Достаточно. Включаю самый сильный огонь. Закрываю крышкой. Как только закипает, убавляю огонь. Чуть меньше среднего. И готовлю до готовности. Закипело. Огонь убавляю. Я всегда перемешиваю немножко. Можно и не перемешивать, но не перемешиваю. Даже когда готовлю просто один рис для плова или с мясом. В этот момент можно попробовать на соль. Если не хватает, добавить. Все хватает. Снова закрываю. И до готовности. У меня вот это все дело готовится минут 20. Открываю. Я уже проверила. Я смотрю, вода выкипает. Пробую на готовность. Нормально. Если чувствуете, что вода испарилась, а не готова, можно в краю вот так немножечко подлить горячей воды, вскипятить в чайничке и проготовить. Будет нормально. Но я попробовала. Хорошо сварился. Добавлю сюда кусочек сливочного масла. Закопаю. Даже можно перемешать. Я люблю перемешивать. Но оно получается рассыпчато все равно. Не знаю, я уже приспособилась готовить так. У меня рис как каша не бывает. Выключаю. Закрываю. Накрою полотенчиком. Пусть настаивается. Чуть-чуть минут 15. Вынимаю мясо. О, какое красивое. Знаете, сколько? Сколько? Почти 40 минут. Вот сколько. Ну, что-то подержала подольше свинилку. Я думаю, даже и 30 хватит, потому что оно, в принципе, отбилось. Гарнир заодно. Вот. Смотрите-ка. Рассыпчатый. Отлично проготовлены и рис, и гречка. Я пробовала. Классно. Ну, что ж. Будем обедать. Смотрите. Рассыпчатость гарнира. Так. Мясо. Кусочек. Можно два. Я уже обедаю. Гарнир просто бесподобный. Очень-очень вкусный. Рис с гречкой, с овощами. Мясо тоже вкусное. Соус. Знаете, он мясо не пропитывает так, чтобы сочность ему дает. Даже не впитывается в мясо. Потому что он получается, гарнир густой, с орехами. Ощущается вкус орешков, огурца. Очень вкусно. В сочетании с мясом здорово получается. Нормально. Ну, то есть, он не растекающийся такой соус. Мясо разрезаю. Ну, видите, мясо, оно... Не скажу, чтобы прям мягчайшее-примягчайшее, ну, что распадается на кусочки. Нет. Но оно отбитое, и когда ешь, оно мягкое. Вкусно. С таким соусом очень вкусно. Любое мясо. Но, все равно, я предпочитаю больше куриное. Мне было бы вкуснее с куриным мясом, и именно вот с таким соусом. Но гарнир вообще прелесть. Кто не готовил гречку с рисом, готовьте. Вкусно. Оно не понять. Но это получается как овощной плов, и непонятно вкусно. Ни гречки, ни риса, как-то все в перемешку. Очень вкусно. И мясо так попробуйте с таким соусом приготовить. Орешки любые заменить. И будет разный вкус. Вот с арахисом вкусненько. Все, тарелочка пуста. Было очень вкусно. Благодарю всех за обед, и себя в том числе. В общем, итог подвожу. Гарнир замечательный. Готовьте мясо тоже вкуснейшее. Но в следующий раз я буду готовить куриное филе с таким же соусом. А вкус соуса можно менять, заменяя орешки. На десертик сейчас я буду тортик есть. Хотя сколько в меня близит, я даже не знаю. Уже на тортик места нет. Два куска мяса. Свинина, она же такая сытная. Разрежу. Он еще нет, остыл. В общем, сегодня с утра самого испекла торт. Пирог, кекс-пирог. Посмотрим, какой он. Ой, смотрите, какой. Та-дам-та-дам. Просто перемешала коржи светлый и белый. Надо откусить. Ой, мягенький-мягенький. Они такие нежные. Я кексы пекла тоже так же. Они прям тающие во рту. Смотрите. Он пропеченный, в то же время влажный. Не нужно ни пропитки, ничего. И готовится прям махом. За 10 минут тесто накрутила, формочку залила и все. Он правда выпекается минут 40. Ну и что, пока он выпекался, готовила обед. Рецепт есть. Кексов. Зебра. Всем пока. Самого доброго. Самого наилучшего. И до встречи.